Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Номер 134. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 23 апреля 2016 года. В прошлый день чуть-чуть, только маленько взяли. Какие были изменения у нас? Ну, это эпиграф остается, я потом займусь более... еще и еще буду пояснять его. Везде это есть. Дальше. Не могу никак по сегодняшний день понять, почему не на форум ставят. Я в контактах не бываю, в наокнастиках не бываю. Вопросы ваши ко мне не доходят. Не доходят. На наш форум заходите. Я отвечаю, отвечаю, а люди-то ответ не получают, которые мне перекидывают модераторы здесь. Ну и объявление краткое. Какую-то тему изберите, хотя бы вот эти утренние. Ну и краткое содержание дать. Я это уже не могу сам. Ну и опять. Смотрите. Потом вот это на сайте просьба помочь разобраться, вот в эти позиции перевести онлайн. Идут занятия. Но они скоро кончатся уже. По скайпу. Дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю за стихотворение. Оно застало меня за просмотр вашей беседы с Сергеем Козловым. Образец краткого миссионерского монолога. Вроде все знаешь уже из ваших книг и роликов. Да не все. Например, про прокаженного Озу. Как уместен этот случай из Библии для разговора с сектантами. Я как-то упустил это событие. Беру на вооружение. Видите как? Да. Неожиданный кулебит произошел с вашим собеседником из Петрограда. Из нового ролика узнал. А ведь ролики хорошие были. Я сам отмечал вчера. Даже не верится. Но, видимо, это не единовременная метафорфоза. Ибо не то, что входит в уста оскверняет человека, но то, что выходит из уст оскверняет человека от Матфея. Духовная причина всегда внутри человека. В этом плане противоположно показателен другой ваш собеседник и старый, добрый друг. Более того, чадо духовное. Священник, отец на ум. Ну как так? Он священник. И мое чадо. Это подлинное чадо. Он потому что обратился. Я родил вас в благорестовании. В остальное только пустой звук. Отец, 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 дьякон, отец. Никакой он не отец. Это, ну назови его, товарищ, друг, там, собеседник. Ну какой он отец? Ну мы говорим, раз мы православные-то. Так мало того. Теперь только на каждом шагу другие слова. Замененное все это. Сколько почтения и внимания к вашим словам в каждой беседе. А это всякий раз трогательно, почтительно. И из уст человека образом ветхозаветного патриарха. Как он выглядит? Какая борода у него как это? Отец. А то он еврей, живет в Грузии, и он отец так начинает. Даже этот, какой внимательный Юрий-то. Мало сказать, что дорогого стоит, это слова чрезвычайно благодарной души. Удел, который есть вера. По слову из святого Иоанна Златоуста. Вот интересно. Вот я потом уже заметил. Вот которые у меня люди ходили, встречались. И они в моем доме стали православными. И бывали такие люди, которые изменились этому. Изменились, ну и сказали бы, да, были отношения там, попортились. Или, ну понятно, с чем-то связано было, с корыстью какой-то, как правило. Какого-то должного пообещали. Самое страшное, когда в миссионерский отдел уходит. Все, звереет буквально. Ему по-другому нельзя. Или с сектантом кто-то приходит, а ему охота быть священником. Ему стоит устроить, с Игнатьем ни одной переписки не было. А у нас переписка уже там, не знаю, если взять, так книжка целая. И все это выставлено в интернете, на форуме наше. Ему пообещали. Все, все, как будто никогда не знал. Оно бывает так, затих, и нигде его нету. Нету, а бывает, что натравливаете. Он не знает, за чего уцепиться. Все, как растерянность. А почему на вас что? Да ты еще спрашиваешь, еще по шапке там. А другой все время, и у них ничего нету. А другой говорит, я и до встречи с вами знал. Знал? А зачем знать, я тебе в университете ходил? Знал. Значит, ничего от меня не получил. Это он говорит. Тогда Бог ему как бы обрезает. И он возвращается на тот момент, до нашей встречи. А там ничего и не было. Все, ушел в мир. У нас же один в Потеряевке такой есть. И он, однажды, произнес эту фразу, а потом закрепился на ней. Да я до встречи с вами это все знал. И все Бог отнял. Совершенно. Как одним мозги будто крышу снесло. А другой везде, везде благодарен. Кто? Геннадий Паст. Его можно назвать, он никого не боится. Везде. Минонит был, преподаватель Тумского университета. И как он пришел, и первая беседа была. А в это время мы ремонтировали базу. Я, говорит, внизу лестницы стою, держу баночку, а вы красите там. И как обильно Бог благословил. Магистр богословия Московской патриархии. Одна книга его, толкование песни песней. Это книга столетия. Найдите ее. Из всех святых отцов. Там графики какие. И вот отец Наум. Борщуков. Город Беристе. Я не боюсь его называть. Он никого не боится. Он с первого дня начал распространять мой материал про масонов. Протокол осеновских мудрецов. Игрей. Вот это обращение. Дальше. К слову, сегодня на семинаре, разбирая со студентами эпоху иконоборчества, неким образом зашел разговор о духовном наставничестве. И студенты были удивлены, что не всегда и не обязательно духовным наставником является священник. А почему? Ну, понимаете, вот со студентом он преподает, Юрий, в Красноярском университете, там в Красноярской академии. И ведет вот эти приепархии еще. Так. Так Златоуст говорит. Стату привел по памяти полную, отправлял вам как-то письмом. Что главное, дабы наставник был изведанный в вере и вадимый духом. Вот главное условие, которое главное. А есть такие примеры из истории. Есть, говорю, вспомним сейчас о вас и об отце Науме и Геннадии. Вот я о них и говорю. Наум Израилевич его. Родители у него в Израиле. Евреи. Не так, что я полукровка, там, это чисто породный еврей. В моем доме он пришел, он нигде не скрывает, говорит, его Бог обильно благословляет. Сейчас он храм там строит какой, в городе Тбилиси. Среди богослужения я случайно, поедем мимо, заехали только. Он увидал меня сразу в алтаре, тут же перед народом представил. Во время службы. И каждый раз. Что значит сердце? Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Я почему-то как бы внутренне ощущал, что Александр из Санкт-Петербурга ищет не истины в ваших высказываниях, а славы для себя, для утверждения в своей, кавычках, правоты, среди окружающих его людей. Это не мои слова, это люди, когда наши беседы слушали, смотрели, и вот такое они передают. Ведь многие вопросы, по сути, которые он вам задавал, они не так давно были озвучены и прокомментированы в роликах. Вы ни разу упоминали, что у христианина лишь одно оружие, это любовь. То есть меня натравливают все время против евреев. Против евреев он это добивался. Я вижу, бывает, под скрытыми именами, там, то Александр, русский или кто-то, это один и тот же человек. Это один. Так, мне кажется. А он, как бы игнорируя, пытается доказать всем, что и воинствующая позиция не противоречит вере Христовой. Везде жиды виноваты, жиды, жиды, то есть бей жидов, спасай Россию. Не хочется перечислять всего, да я ни в коем роде не сужу его. Я даже сегодня поминал молитвах. Меня поражает другое. Насколько силен сатана, что за доли мгновения может поверевернуть не только сознание человека, но и породить в нем оскорбительное отношение к человеку, от которого научаешься. Ну и он ко мне пришел, выходил на беседу, ну не я же на него выходил. Он ко мне пришел, и меня же начал поносить и лыжицы, а сам на 53 года моложе меня. Понимаете, мгновенно охамел, то есть это было внутри, это не в один день. А что? Я сказал, через две недели приходите. Он пришел пораньше на три дня. Я говорю, срок-то не вышел. Ну какая разница? И прям мгновенно вырвался, вылжет и... Что такое? То есть сидел на иголках или что? То есть все остальное было фальшивое. Ну я не принял. Я занятый, я занятый. Больше ничего не было между нами. Ничего вообще. Я не мог его принять. И то, что не принял, давай окна ходить бить и кидать, говорится, что у него есть. Вообще чудо какое. Вот это все счастье и причащение. Связь какая-то с отделом миссионерским. Даже если он не миссионер, а ну где-то как-то придет. Я уже знаю, где этот особый легион там демонов толкется. Братьям низкий поклон. Спаси Христос. Дальше. Надежда Тишни. Мир вам, Игнатий Тихонович. Скажите, можно ли женщине причащаться в дни ее очищения, если у нее долговременное очищение по причине гормонального сбоя? Извините за вопрос. Да что извинять это? Не положено. Не положено. В храм разрешается ходить, но не прикасаться ни к иконам, ни к чему. Ну я уже сколько раз это показывал, что святые отцы говорят, книги правил это сказано. А вот такое нет. Дальше с священником идите. Дальше. Не положено. Канон говорит. Ну а как тогда? Ну обычно говорят, когда не положено, при смерти только. И весь сказ. Но про это я не по конкретно этот случай говорю. Андрей А.А. Ну почему А.А? Что? Язык замкнуло еще. Почему прямо не сказать? Игнатий Тихонович, пожалуйста, читайте сами. Никиту очень тяжело слушать. Очень. Никита, исправляйся. А одни говорят, замените там Сергея Пупкова, чтобы Никита считал его лучше. А другие говорят, вот я не знаю, как, я там сразу Никиту посадил. Этим, кажется, я все-таки руковожу там, ну как сказать, предлагаю, они братья послушные. Никита сразу стал вести наши занятия по воскресеньям. Но здесь не Китай. Речь идет, видимо, я не знаю, про что он имеет в виду. Вот наши, наверное, здесь беседы. Исправляйся. Евгений Димов. Что-то Александр слишком настаивает на слове «дети». Это об этом Александре из Санкт-Петербурга. Уж не называя фамилию, это прям зацепляется за все, умирает, если что-то. Ну по нему не так, что-то случилось. И тебе нравилось. Ну вернулся, прости по Хрисараде, и дальше опять «нет». Уже сам понимает, уже брак, и сектанты меня начал клеймить, и вы сами говорили. То есть даже я его закрыл уже сейчас, а из другого ресурса зайду, еще кольну, еще кольну. Понимаете, какое? Даже у меня с кем-то неладно, я к нему ухожу никогда. Только усиливаю молитву. Нет, а именно такое, что-то из волчьей хватки, как называется, патриаршей. Мгновенно. И с разных позиций уже другим сказать. Я знаю, какие там могут быть разговоры уже. Как у этого был царионов, он ты один раз вышел, еще он там творил. Ну и все, когда прихлопнули, как таракана. Нигде не видать. Дальше. Дети Божьи. Почему-то некомфортно ему называть себя рабом Божьим. Все время добавляют. И дети Божьи. Зачем? Зачем, да. Только сектанты боятся этого слова. И язычники, веды. Тоже им не нравится называть себя рабами Божьими. Они рабы греха, поэтому они называются. Что плохого быть рабом Божьим? Да. Иисус называл апостолов друзьями. Но в посланиях они называют сами себя рабами. Да. Господь может нас назвать друзьями. Но достойны ли мы себя таковыми считать и называть? Не признается рабом Божьим тот, кто работает страстям. Он раб того, кто обладает им. Преподобный Саак Сирьев 82. Ну нет, мы говорим, свободно. Это язычники. Свободно от праведности. Павел пояснил. И вот он настаивал Александру все время. Я говорю, какие-то... Один там за царя, другой за что-то там. Зачем тебе нужно? Какие-то группировки там везде. Русские. Все люди на земле стараются объединяться. Везде, только не в православии. Особенно в патриархии. Буквально ррут друг друга. Ни одно слово не так уже. Все. Все, Андрей Акурляев, давай молитву против него. Сколько получали от него? И мгновенно как взбесились отдельно. Я знаю, один человек тут знакомый. Одно слово не так. Все. Мирские бабы там поднялись, а за одно слово. И архиерей его сразу смел оттуда и все. Да что это такое? Почему не защищают-то своих-то? Вот эта подлянка везде. Вот это корыстолюбие. Потеря страха Божия. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. И дому вашему. Может так и назвать ваш новый цикл роликов 4124. Это по темам названия вопроса. То есть. Коли вы спрашиваете о вариантах названия. Можно и учитывать мой вариант. Но раз вы спрашиваете, откликаюсь. У меня прошло уже два дня, как выставляю ролики. И все у меня в этом уме было. И наконец вернулся назад. И все переделал, как Юрий советует. Поставил. У меня там место. Нельзя большой заголовок-то делать. Но слово вопрос и поставил. И теперь под номерами они будут идти. Первое идет. Ну и чтобы показать, что мы сейчас сделаем. Это большой-большой материал. Просто огромный. Вот наш сайт. И вот 4124 ответа. Вот оно. 55 папок. Покажи, какие они. Папка это тема. По какой теме? Ну и первое. Первое. И сразу. А почему с бесов вначале? Надо было о Христе говорить. Но Христос там подальше. Некоторые не знают даже слово Я. Это последняя буква. По-славянски А. Она на первом месте стояла. Если на то-то пошло. Ну и вот дальше. Так. Я поэтому Юрий сегодня утром попал. Я раньше стою в братьев. Раньше ложусь. И везде старое достал. Уже у нас 3 ролика вышло. Но должно быть не меньше тысячи. Думаю так. Не меньше тысячи будет роликов. По этой тематике. Ну намного больше тысячи. И поэтому заново их открыл. И поставил слово вопрос. Номер. Вопрос. Номер. И тогда люди привыкли к этому. А дальше краткое содержание о чем? Там вопроса 3-4 бывает в одном вопросе. Дальше. Вчера святитель Иоанна Златоуста прочел удивительную по своей лаконичности и точности строчку. Кавычки открыты. Так. Письмена у них и у деев. Курсив мой. А смысл у нас. Истолкование на книгу бытия. Вот на этой установке думается мне и приткнулось православие. Как бы поняв и восприняв слова святителя буквально. Задвинув священное писание на далекий задний план. А на первое место поставив предание. По учению отцов. Добродолюбие. Отечники. То есть все то, что определено как смысловая часть святой Библии. Что само по себе безусловно душеполезна и необходима. Иначе такой разрыв не объяснить никак. Только если сатанинским замыслом. Ибо откуда взялась у нас такая распространенная формула. Предание первичнее и важнее писания. Но первичнее какое предание. Которое устно апостолы передавали. Оно первичнее. То есть то, что вошло в писание. А остальное оно позже пришло. Но никак не важнее писания. Первое. На что Павел говорит держите предание. То есть устно я с вами разговаривал. А потом написал. То есть это предание оно перешло в писание. Но сегодня это имеет другой смысл. А предание это все, 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 все. Там и свечки. Но ведь Златоуст не разрывает писание и предание. А говорит это в укор и пострамление иудеям. Не принявшим Христа Господом Богом. Видимо забвение Библии и объясняется евреи ненавистничеством. Мол писание то пусть и их и у них. Они Бога распяли. Зато у нас смысл Библии это важнее. Вот и будем поклоняться Христу и читать наших святых отцов. Сказанное Златоустом не случайно. Полагаю нечто подобное можно найти и у других отцов. Но ведь весь вопрос в том, как это понимали отцы в контексте своих творений. И как это усвоило церковь в собственной истории. Запечатлев в своем научении. Вот какой подробный разбор делается. Понятно? Вот это все именно так и есть. Все абсолютно правильное. И что интересно. Когда люди связаны как-то с миссионерским отделом. Они как будто бы вышиблено духовное все. А вот именно как научное, как есть. Вот Юрий выходит. Это главный враг вам, Юрий. Это главный враг. Его надо убрать. Он такой разбор делает. Ну делай ты разбор. Я же считаю все. Ну и кроме там руга не такой. Владислав Марущак. Статья, как говорится, много букв. Я никак не мог. Буков. Это видимо, что много букв в статье. Давай. А обсуждение, особенно отмежевание батюшки начальства. Почему с большой букв тоже не знаю. Так вообще очень характерно. Да и все там прекрасно. Ну и дискуссия в сети, понятно, предсказуемо до буквы, до последнего аргумента. Кто это говорит? Кому слова принадлежат? Он мне их поставил. Потом маленько догадываюсь. Но на самом деле, а что же мы уже четверть века все это обсуждаем, обсуждаем, а вот и ныне там? Ответ имхо, разумеется. Здесь срабатывают гораздо более глубокие вещи, чем просто необъяснимая пассивность духовенства. Здесь мы сталкиваемся с инстинктом самосохранения самой церкви. О, если это Сергей Строгородский на этом церковь, структуру соединить, они без этого не могут. Это мирские люди об этом заботятся. Христос нигде, абсолютно разговора нету. Посадили, взяли, убили. Ничего не меняется от этого. Церковь небесная наполняется. Только и всего. Мы сохранили церковь, сохранили структуры церковные. Вот что они, при Сталине. Церкви двойника по Фуделю. Человеческой церкви по Вайгелю, или как ее не называй. Человеческая церковь, вот что такое, небожественное это. То, что сегодня это отделы. Самое страшное, просто ужасное. Стали образовать миссионерские отделы. Это подмена Бога врагом душ человеческих. По-другому никак нельзя. Это никак не может быть. Ты думаешь, что человеческая, отойдите меня сатана. Человеческая церковь, очень часто бывает. Ну а как, вот так тебе если есть, ты пойдешь в благобетство. Никаких отделов, два человека, вот весь отдел. Максимальное, два. С тобой могут быть 20 человек. Но Бог послалит по два. И дальше. Если богослужение сделать понятным, если все его разумеют, то обнаружится, что 80% этих самых богослужебных текстов это как минимум мучительное, бездарное, византийское, или византийское, подражательное, пусто и многословие. Понятно. Это человек богослужение хорошо знает. Кто так может говорить? Сейчас вы увидите. Кто это может так говорить? Затем выяснится, что содержание многих текстов, ну скажем так, далеко от Духа Христова. Например. Божья Матерь погубляет ничтующих образ зия. Ико службы Казанской иконы Богом Божьей Матери. Пресвятая Богородица кого-то погубляет. Нормально, да? Затем выявится, что чуть ли не большинство событий, на которых основаны службы, представляют собой негодные и бабьи басни послова апостола Павла. Вплоть до двунадвесятых праздников. Видение, все, что связано с историей Святого Семена Богоприимцев, Сретини и так далее. Понимаете, почему так подробно на меня вышли? Потому что об этом я говорю уже 50 лет. Видение. Она была во святых. Ее убили сразу, девчонку. И что там делать? Там ни ока, ничего нет. Кукла играла. Ну, то есть намеливает, намеливает. И вот друг, человек говорит то, что о чем я говорил. Сретини вообще ничего не дает. Семен Богоприимец взял на руки. Почему не празднует Сретини Павла на пути в Дамаск, которая изменила историю церкви? 14 посланий от него. А от того события ничего нету. Двунадесятый праздник. А этого вообще нету. Ну, назначить какую-то дату. Было 1 сентября. Дальше. Потом обнаружится, что ряд Ев, Евангелий и апостольских чтений воскресных дней составлен из рук вон плохо. Обнаружится все-таки. О мистико-этическом учении христианства почти нет повода проповедовать. Все чудеса до обеснования. Вдобавок еще повторяемое несколько раз в году. Годоринские бесноватые дважды прочитываются за год. Это, конечно, самый важный эпизод Евангелия. Вот насмехается, насмехается. Ну, кто может так хорошо знать-то? А я об этом день и ночь 53 года говорю. И меня везде говорят. Ну, вот вы разобрали во свете Библии выступление патриархов, жития 12 томов. И все во свете Библии. Ну, разберите во свете Библии наше богослужение. Я говорю, что вы? Я ничего не боюсь, златоуст говорит, так как епископов. Это цитадель. Не добавить, не убавить, что говорит Соломон в 30 главе притчи Соломона, 5-6 стих. Это все теперь заменилось. То есть Библия устранена богослужением. Это я понимал с самого начала, с первого дня. На место Библии, Слово Божие, богослужение. А как оно составлено? А вот, говорит, человек, который имеет сан, игумен, патриарши, патриарши, и при том не простой игумен, а какой-то сан там еще и еще имеет накрутки. Сейчас посмотрим. Потом еще более существенные вещи выяснятся. Оказывается, в Новом Завете-то, если его начнут слушать, не обнаружится призыва выстаивать многочасовые службы, но обнаружится побуждение к совсем иным вещам. Благовестию, благовестию. Я тут, пожалуй, остановлюсь, а то уже наговорил на обвинение в ереси по нынешним временам. Вот мне, что бы я ни сказал, еретик, сектант, еретик, прелесть, гордыня, прелесть, гордыня. Как отец Александр Мень говорит, обклеют тебя этими названиями, как заграничный чемодан. Лейблами этими. Кратко сказать, нельзя, нельзя ничего трогать. Одно тронешь, посыпется все. И это все, я имею в виду думающих клириков и мирян. Если не осознают, то чувствуют и понимают, если проще, что если осыпется, то заменить-то чем? Заменить-то нечем. Вот поэтому был на службе, отстоял службу. Отстоял, отстоял. Это выражения такие, это служба. Ну, ничего в этом нету сакрального. В этих даже словах-то люди ходят, сколько, ничего не знают. Стоял зато, ну как стоял-то, бывает разговаривают, стоят. Даже, ну посмотрите, когда даже, ну показывают кинофильмы-то и то, как стоят люди-то. Вот эта анафема, которая против Льва Толстого. Самый настоящий инстинкт самосохранения. О! Петр Мещелинов, настоятель в подворье Данилова монастыря города Москвы, Комментарий к статье. Вот такой-то статье. Вот такое дело-то. Петр Мещелинов, и мне до чего это скинули, чтобы я с ним познакомился. Я попрошу, у тебя маленькое время, и сейчас, мне одну цифру только надо глянуть, чтобы она была оправдана. Вот, ты быстро понимаешь где-то. Здесь наши книги, где наши книги? Вот это вот? Да. Вот теперь сейчас мы вскроем ее. Вот она. Где она открытым оком? Вот это вот, наверное. Вот. Вот это, да? Да. Так, найди 26-й, где она? Вот. Вот этот вот, да? Да. Ну все. Сейчас мы откроем одну цифру. Это мы время маленько потратили. Это мои все книги здесь выставленные. Ну, в педжмейке, реально. Сейчас, видите, набираю где-то. Показать, в каком году 26-й том у меня был написан. Значит, на год раньше минимум я уже это все говорил. Так, ну теперь что? Нужно так, Alt и Ctrl и G и страницу 2, допустим. Все. В каком году? 2008-й. Значит, минимум 2007-м. 7-й, ну почти 9 лет назад, это я уже говорил. Вот теперь я это закрываю. Минимум 9 лет назад. А как это так? Ну, вы сейчас посмотрите. Вот мне с чем-то говорят новое. У меня давным-давно это есть. Вот. Вот оно где. Сначала, что я говорю? Так. Некоторые публицисты обвиняют Игумена Петра в отходе от отцов, кавычка. Почему с большой буквы? Давай переменим. Неохота срамиться. Дальше. Увлечений протестантизмом. Вот оно меня. Это все. И попытки подрыва церковной традиции. Все. Что в отходе от отцов? Ну хорошо. Я отхожу от отцов. А жития святых я первый насчитал, первой мировой практики. Все выставлены в интернете. Первый. Моим голосом насчитаны добротолюбие 5 томов. Ну покажите, я не знаю, может быть где-то. Полностью от корки до корки. И еще к Дмитрию Ростовскому к 12 томам добавил 174 из настольной книги священнослужителей. Второй, третий том при Патриархе Пимени изданное. Такую просто огромную работу проделать пришлось. И я не признаю святых отцов. Понимаете? И те говорят, у которых ничего за души нет. Шпана церковная. По-другому не назовешь. Дальше. В этом обвиняет меня во всем. Да. Старковной традиции. Да. Также звучат обвинения в непатриотизме. Это все до одного обвинения ко мне прилепили со всех сторон. Уже спереди, сзади. Один из предков Игубина Петра, воевода Иван Мещелинов, осаждавший, взявший Соловецкий монастырь во время Соловецкого восстания 1668-1686 годов. Только вот за одно это, уже с Мещелиновым старобрядцы разговаривать не будут, потому что это был человек, который погубил стольких людей, сотни людей убил воевода. Тех, которые держали за то, что князь Владимир принял веру, а не Никонская, это безумная, совершенно безумная реформа. И теперь я из него выписал это. Что? Многие проблемы церковной жизни происходят от неправильного понимания аскетики. Существуют две принципиально разные церковно-аскетические парадигмы. Это все говорит Петр Мещелинов. Первое считает главным в духовной жизни богообщение, а второе ощущение человеком собственного недостойства и падшести. Первое богообщение, то есть все время молитвенное состояние было, знать волю Божию, быть водимым Духом Божиим, а другие грешные, грешные, многогрешные, супергрешные. Вот это вот две позиции. Последняя парадигма ведет к ложному представлению о смирении, в своеобразной, кавычках, идеологии всегреховности. Вот это и есть это. Да кого это может привлечь-то? Ты скажи, я искупленное щадо Богом, да он меня избрал. Ой, избрал, они не верят, неверующие. Православные это самые неверующие атеисты, церковные атеисты. Одно из проявлений такого понимания аскетики объявление послушания духовнику главной добродетелю. И главное, он у меня нападает и не знает, как напасть. А вот там мы работаем. Игнатий, это вот старчество, сейчас соединили там, выступает Осипов, мне показывает, смешно даже. Я старчество, работаю вместе со всеми, старчество. Осипов работает. У него ни одного нету, ни одного нету у него последователя, нету. Он учил, учил, и бритый сидит в галстуке, масон, самый, кажется, может, последних степеней посвящения. По-другому не подумаешь. И он говорит о старчестве, так старчество хорошо или плохо. Ну плохо, какое плохо, какое отношение ко мне имеет, когда вообще у меня никого нету. Я работаю со всеми. С утра до вечера пошу. И меня ставят там, представляют, Осипов говорит, и мои там какие-то движения, то есть безумие. Вот это все прихожане, вот это парадигмы греховности. Сейчас Великий пост идет, их это не останавливает. Ну, немножко я показал, дальше. Дальше. Церковь не должна служить государственной или национальной идеологии. Дальше. Ждать восстановления монархии бессмысленно. Дальше. Необходимы частые причащения. Вот это, из этого выйти они не могут. Петр Мещенев. Ну, неужели это частые причащения-то? Оно жизни-то не дает. Оно для жизни. Это вокруг мертвящина, кладбище. Я называю положение в церкви скотомогильник. Дохлый скот. Дальше. Испыть перед причастием не нужна постоянным прихожанам. Кто это отменил, не знаю. Вот это в настольной книге священнослужителя, в восьмом томе, об этом говорится, что это Чичагин, Серафим, что если он Кронштадтский установил это, если он видит, что есть, теперь он печалится и плачет об этом. Об этом. И как это? Ну, почему? Постоянно кто причащается? Значит, они недостойны, ничего не надо. Льгота какая им. Ну, ладно. Ладно. Но теперь я узнал, какому? В восемь... В седьмом году. Итого, седьмой, сейчас девять лет, минимум девять лет я уже говорил. Я написал, а книга-то через год только вышла. Что я говорил? Где? Я запустил и сразу же нашел. Оказывается, в двадцать шестом томе открытым оком. Номер 3767. Что-то давно не комментируете новой книжки в православии. Есть ли там что достойное внимания? Это мне студенты задают в университетах или там по радио я вел где-то. Я отвечаю. Про все я не могу сказать. А вот есть некоторые, даже вполне близкие мне по духу. Удивительно, как осмелели попы. О, это я им отвечаю. Вот это вот номер ответа какой? 3767. Так это малая талика того, что у меня вопросов было. Дальше. Илюш, действительно почувствовали, что если так и продолжать, как у них везде, то скоро придется храмы отдавать мусульманам и сектантам. Да. О некоторых наших ошибках. Игумен Петр Мещеринов называется. Даниловский благовестник. Москва, 2007 год. Данилов мужской монастырь. 2007 год сошлось у меня. С ним и ко мне. Ага. Приглашение к диалогу. 48 страница. 48 страниц. 10 тысяч экземпляров. По благословению патриарха Алексея II. Игумен Петр, насильник Даниловского монастыря, преподаватель Патриаршего Центра Духовного Развития Детей и Молодежи, автор многих статей по насущным вопросам современной церковной жизни. Ну а теперь я уже говорю. Видите, какие у него звания. Я в настоящий момент не знаю. Кто знает, сообщите, где он находится. В патриархии или нет. Потому что если он до конца будет договаривать, его сожрут сразу. Как Андрея Кураева. И это ничего не будет, никаких званий. Страница четвертая. Благовествование Христа и спасение в нем, как сути церкви, нередко подменяется проповедью внешней церковности. Э, вот видите, кавычки открыты. Это из книги беру на четвертой странице. В основе этого лежит мысль привести человека к Богу через обряд. Причем последний может восприниматься с известной долей магизма. Ой, осмелели попы. А я это говорю 53 года. Дальше. По образному выражению одного батюшки мы склонны проповедовать купола и колокола, а не Христа и нравственную жизнь. Аминь, 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 аминь. Часто можно услышать такие, например, советы новоначальным, открыты кавычки. Вот ты, вот пастись, ходи в церковь, читай какие-то и такие-то молитвы, съезди обязательно в такую-то обитель к старцу, а служи молебен к такой-то иконе и прочее, и прочее, наставляемый говорит, да я не понимаю ничего, что в церкви происходит, и молитвы мне непонятны. На это следует такой ответ. Ну и ничего, что ты не понимаешь, главное, что бесы понимают. А тебе и не надо ничего понимать. То есть как бы все само собой автоматически. Где-то там, на небе произойдет, а ты только выполняй то-то и то-то. Это и есть магизм. Магизм, магизм. Вот наконец я это услышал. Что я говорю-то об этом-то, ну они, видимо, не могут его слопать-то сразу-то. Страница шестая. Спросил я как-то молодого человека, который ходил к протестантам. Почему так, что его не, кавычка, устраивают в православии? И он ответил, я два года ходил по московским храмам и слушал проповеди. И в 90% проповеди я не слышал ничего о Христе и Евангелии. А у протестантов хоть как-то говорят. Понятно. Страница одиннадцатая. Отмечу две причины. Принижение роли священного писания и неправильное восприятие священного предания церкви. Вот об этом как раз и говорит златоуст и все. Две стихии. Церковь Божию питающая. Суть Слова Божия и Таинства писал Феофан Затворник. Евангелие и все священное писание дано нам Богом для того, чтобы мы узнавали из него волю Божию и жили в соответствии с ней. Священное писание потому должно преимущественно изучать христианам. Преимущественно писание, Святую Библию. Преподобный Серафим Саровский советовал так навыкнуть к Новому Завету, чтобы убы как бы плавал в словах писания. Ну еще у православных это есть, да вообще не знают. Преподобный Антоний Великий говорил, что на всякое дело, делаемое нами, мы должны иметь свидетельство священного писания. О, откуда? Что делать? Что Библия говорит? Помолился? На каком стихе твоя мысль остановилась? Вот ответ Божий. Однако в нашей повседневной жизни оказывается нередко, что не очень-то оно интересно и нужно православным. Не раз я сталкивался с тем, что человек и в церковь ходит, и в таинствах участвует, и считает себя православным, и даже активно борется за православие. А Новый Завет не только не знает, как должно, но даже и целиком-то не прочитал. Есть и объяснение этому. Евангелие де идеал, а мы люди грешны, нам да дело далеко. Конечно, Евангелие указывает нам на идеал Христа Господа, но само Евангелие вовсе не идеал, а выражать современным языком точная и неотменимая инструкция в жизни, без постоянного соблюдения которой никакое христианство невозможно. Представьте, наши люди появляются, которые из нашего круга близко, ну и сразу стараются как-то людям говорить, Евангелие раздавать. Священник, не знаю, почему не вышел, но вышел и говорит староста, подумайте, братья и сестры, у нас люди появились, которые призывают жить по Евангелию. Да кто когда жил по Евангелию? Это еретики. В другом месте настоятель вышел. Вот появились люди с бородами, с поясами, это американские там шпионы, это появились у нас, ну и дальше выявлять на исповеди. Игнатьевы книги есть, нет, если есть, на исповеди не принимают, то есть обезумели. А потом, ну а потом, архиерей с нами хорошо, и вот этот самый священник стал приезжать к нами. А где это? Алтайский край, Завьялова. Ну, отец Александр, Гребенюк, чтобы вам понятно было, он хвалился, как мои книги сжигал-то, а потом что-то отступился назад и нет. Вышел, братья и сестры, тепло у нас в храме сегодня. Спаси Христос, батюшка, так это я книгами Игнатия растопил, так, печку-то. Это мне передавали. Он говорил это, говорил. Наш человек там у них, наша прихожанка у них. А потом отрекся, это, дескать, не было. Обманул, обманул, соврал маленько, по-поповски. И что дальше? К сожалению, когда мы стремимся воцерковить своих ближних, редко мы обращаемся к священному писанию. Воцерковить, слово-то какое. Ну, от игуны, ну ты же знаешь, что это поганое слово-то. Есть рожденные свыше или нет. Вот церковить-то научиться свечки ставить. Дальше. Между прочим, протестанты подкупают молодежь, в том числе и тем, что они активно изучают писание. Да, именно так. Мы беспокоимся, как нам противостоять сектантам, а вот начать с того, чтобы Евангелие перестало быть для нас только святыней для лапзания, а стало активно воплощаться в нашей жизни и в образе мыслей, и в образе действий. Вот он сказал все правильно, что-то изменилось, ничего, и у него там не изменится нигде. Это система. Ну, маленький хоть кружок сделайте, посмотрите. И выйдите, и что получится-то. Авторитета Христа нету. Мы же из церкви делаем этнографический музей. Ой, здорово. Мы же, погружаясь в дебри аскетической письменности, не только не приобретаем, но и теряем эти качества. Нас интересуют глубины Иисусовой молитвы, абсолютные послушания, мистические духовничества, типиконное постничество и прочее. Молодец. Гоняясь за этими журавлями в небе, мы нередко выпускаем из рук синицу обыкновенного человеческого здравомыслия. И получается так, как сказал святитель Василий Великий, высокопоставленному чиновнику, начитавшемуся книжек и ушедшему монастырь. Ты и сенаторство потерял, и монахом не сделался. Приобреть ангельский чин. Смотри, не утрать человеческого. Это у них монахи, а там есть кичин. Страница 17. Без Христа все абсолютно бессмысленно, пусть даже и в церкви. Двоеверие – явление традиционное для Руси, характеризующееся принятием и усвоением обрядовой стороны православия, при том, что дух жизни остается языческим. Ой, здорово. Некопируемое теперь, как раньше в царской России, целенаправленными бастерскими усилиями получило широкое распространение. Все церковное, к чему прикасается язычество, профанируется и опошляется. Так что многие люди по церкви принимают не Христа и христианскую жизнь, а Масленицу, Красную Горку, Яблочную и прочие, кавычках, спасы, народные приметы и тому подобные вещи. Отсюда и происходит птичий язык. Птичий язык. Но мне бы так не сказать. Вообще здорово. Может ли наше спасение быть медовым? Медовым. Можно ли Господа нашего Иисуса Христа назвать яблочным? Вот это и есть самый настоящий лубок. Когда мы говорим о куличах и пасхах, особо посвященное лицо, жрец или маг должно точно выполнить то или иное обрядовое действие. И если оно правильно совершено, если учтены все значимые потусторонние обстоятельства, дела, то результат гарантирован. Независимо от внутренних расположений сердца человека, от его веры, взглядов, дел, нравственного состояния и прочее. Главное учесть все обстоятельства и скрупулезно точно посвященным лицом исполнить определенный род действий. Вот это заказные молебны разные считают. Это все из этого действия. Если магиизм проникает в церковь, он коренным образом извращает внутренний строй христианина. Внутренний строй извращает. Вот откуда меня нападают, которые люди, они все из этого, все до одного в этом, независимо от того, кто они. Так что он фактически перестает им быть, хоть может быть внешне, весьма воцерковленным человеком. Магизм в церкви прежде всего извращает отношение человека к Богу, извращает саму мысль о Боге. Вот это вот все у них в миссионерском отделе культивируется. Как они на улицах, как пристают к людям, отпустить длинные волосы, вот это, и нельзя заставить, чтобы они их остригли-то. Магическая точка зрения стоит на том, что Богу нужен только обряд, правильный, вовремя исполненный. В основном человек, Богу ничего не должен, и отношение человека и Бога этим вполне исчерпывается. Церковь у нас превратилась в некую белую магию православного обряда. О, во что она превратилась в церковь? Ну, понимаете, мне это легко говорить, потому что пускай Петр отвечает за это теперь. Меня дадут отдохнуть хотя бы один день. Да благословит его Бог. Церковь превратилась в некую белую магию православного обряда. Вот что такое сегодня патриархия. Я называю скотомогильник. Дальше. Пастырям проще выступать в роли жрецов. Отслужить молебен или требу и получив плату, на этом закончится зидание церкви. Ну, кто они? Жрецы. Еще дальше. Людям же легче поставить свечи, написать записки, пройти по канавке и тому подобное, в надежде, что они автоматически окажут нужное магическое действие. Что-то щелкнет там и повернулось, и пришел все на столе. Чем разбираться в своей жизни и строить ее в соответствии с Евангелием? Внешний антураж. У многих пастырей в огромном количестве церковной литературы имеет место именно лубочное, псевдоцерковное христианство. А на меня нападает почему? Да потому что мои слова полностью здесь сходятся. Все, до единого слова сходится. Не просто сходится, а я жизнью подтверждаю. Полвека-то что-то. Дальше. Почему-то многие считают, что работа мысли вредит чистоте церковной жизни. Да. Смотрит на жизнь сквозь узкую щель лубочного мировосприятия. Именно так. Происходит подмена Бога и церкви ее служителями. Послушание становится предметом спекуляций. Рабским подчинением. Только отдаляющим человека от Господа. На духовников сваливается вся жизнь пасты. Люди хотят взамен свободы получить гарантию спасения. Вот самое главное. Ты меня слушайся, причащайся и ты будешь спасен. Но отказ от свободы есть отказ от христианства. Духовники становятся безраздельными властителями. Я какой? И ко мне это прирепляют. У меня вообще не исповедуется, ничего нет. Я требую делать. Вот он сделал, Никита. Я призываю. Смотри, как оно выглядит. Сделал, а тут не открывается. Вот сейчас виноградные надо тянуть в стойке. Пошел, сейчас ребятам показываю. Какое это? Духовничество. Они не знают. У меня вообще ничего нет. Но приходит человек, когда спрашивает, что делать. Или болеет, помолиться. То есть ко мне вообще ничего они не могут иметь. Покривляется весь строй. Не только христианское, но и вообще жизнью. Покривляется. Все кривое. Поэтому рассуждения такие, такие дерзкие, хомовитые. Манипуляция жизнью подвластных. Во-во-во-во. И собираются томские, там собрались вместе, сидят. Сидят священники и меня обсуждают со всех сторон. В студии. И где что? Сейчас сделаем так. Никак. И они рассуждают. Что же дальше это делать-то? Ну, на Дворкину сообщили. Дворкин, наконец, делает доклад там где-то. Не идет. А что? Все меняет. Это мешает тут местной архиереи. Метрополитам поставили. На него давай. И на него кинулись сейчас. Метрополита Сергия Иванникова. Вообще. Я их называю бешеное патриаршее кодло. Я просто поясняю. Ничего не имея. Петр об этом говорит. Так. В других религиях. В других религиях для разрешения ровно этих же вопросов существуют гуру, шейхи, шаманы, ламы, цадики, друиды и прочее. Церковь становится для людей магией. Преподобный Серафим говорил, что когда он говорил от себя, а не от Духа Святого, то бывали ошибки. Понимаете, он всегда. Он сам говорил это. Ошибок разнимало было. Я еще оставлю. Из Серафима сделали идола, самое настоящее. Ни с одним святым этого не было. Это единственный святой, о канонизации которого все данные архиереи были против. Старк нажал и все. Все. И мы не знаем еще, зачем он пострадал-то. Самая большая по размеру раздутая биография. Апостол Павел. Это 20 страниц. Серафим 61. Еще сравнивают. Павла и Серафима. Дальше. Мифологизация всего, что связано со старцами. Жизнеописание одного из них мы читаем, что тот матерился, пил водку, хулиганил. Ну это мне говорят, вот Груздев вот такой-то, вот показывает Архимандрит. Я перематерю любого, я был, это все нормально. И вот там она, Пелагея, такая старец, она бушевала, она материлась. Это все, это все нормально. Дальше. Все это превращает нашу религию из благословиствования, а Боги в зловиствование. Вот так. Сапером на минном поле и должен быть старец. Педагогический процесс всегда одинаков. Сначала педагог плотно учит человека азам. То есть начальным элементарным навыкам своего дела. Затем ученик обретает все большее мастерство, творческую свободу. Становится подмастерьем, потом и мастером, способным уже других учить. У нас же плоды плохи. Просто беда. В людях воспитывать безответственность, несвободу, кликушество, ложный патриотизм и прочее. И дальше я пишу. А в вакуум? Откуда взят? Что это? Подвести к нему какие слова можно? Горе тому, кто говорит дереву. Встань и бессловесному камню пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Вот такие священники архиереи. Иоиль. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте. Все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ну вот, видите, мы просчитали. Просчитали совсем как будто бы немного. Но сколько в этом всего... Сейчас я это остановлюсь. Ага, это отдельно было. Надо посмотреть, куда это уйдет. Вот. Теперь что еще у нас здесь есть? А что-то у меня сюда это не вышло. Я выставил еще много Петру Мещеринову. Это как же так-то? Это вообще... Это у меня улетело куда-то. Ну да. Я прошу остановиться маленько. Сейчас я найду. Вот сюда зайти. Ворд здесь где-то есть. Подсказываю, где. Ворд слово. БВВ. Вот. Вот это пониже, да? Вот. Теперь надо вот здесь 1731. Скорее, помоги мне. Заряди Мещеринов. Вот, подожди. Что там написано? Есть, есть он. Вот так. Сейчас откроется. Ну, оно быстро откроется. Сейчас ничего не записывается. Познакомиться между с ним. Сейчас мы увидим. Это как раз. Да, это оно. Это оно и есть, да? Да. Ну, теперь что это есть? Вот так. Теперь. Ага. Это я перенес туда. Теперь еще дальше. Вот. Это вопрос 3767. Ну, и что тут? Пишут вопрос. Что-то давно не комментируете? Новые книги в православии. Это новота. А вот. Это оно и есть, да? Да. Вот о продолжении есть. О некоторых наших ошибках. Ага. Дальше. Игумен Петр Мещеринов. Ну, и дальше что такое? Благовествование. Это, наверное, оно и есть, которое считали сейчас. Да. Да. Ну, хорошо. Еще сейчас смотри. Ну, надо посмотреть, какой вопрос это. Ну, теперь какой вопрос? Что такое? Здесь. Такой же, наверное. А? Нет? Ну, что-то большая какая-то тема такая. О чем тут? Ну, понимаешь, это очень, да что? А, другое. Это другой вопрос. Миссионистка. Раскопки фундамента не об этом. Дальше. Огостание Патриарха, другие. Хотя сам за то вот отвечает. Ну, наверное, больше, где-то я выписывал сегодня. Выписывал, ничего нигде не нашел. Я ему говорю о некоторых ошибках. А я как раз говорю, нет, отец Петр, надо написать о некоторых ошибках, которые только опубликовали. Опубликовали. А на самом деле там намного, намного больше есть. Ну, а так это ничего нет. Ну, все тогда. Я ему хоть и написал, сразу письмо, ответа не поступило. Я там подробно разбираю, вот это лубочное, что он говорит, и что есть, и приглашаю его в гости. То есть я его знаю, ну, только по публикации моим уже не менее 9 лет. Ну, и все тогда. Так, подожди. Не все. Показать, где у нас что есть. Показать, что у нас. Страница вот эта есть. Это в моем мире. Вот. Еще что у нас есть. Форум. На форуме что было? Ну-ка. Вот форум, как наш выглядит. Заходите сами, ставьте свои вопросы. Анатолий Тархов, Новосибирск. По вашим молитвам ребята стали говорить о Боге в своих роликах. И ссылка на YouTube. Вот видите, мы молимся об этом, я знать не знал. Поэтому выходите на нас, Анатолий. А, это вот этот. Вот этот вот. Который борется с курением, это лев против вот этих. А, против курения-то все. Да, и против алкоголя. Да, против алкоголя. Дальше. Алексей Фомин. Да, прошу прощения за свою неграмотность. Да, я не прав. То, что написал вам. Я очень хочу спастись. Что для этого нужно человеку? Сейчас мы читали Петра Мещеринова. Что нужно человеку? Разница свыше и быть Вадимом Духом Святым. Вот только два вопроса. В чем разница двуперстий и троеперстий? Ну, двуперстий, это пришло на Русь при князе Владимире. А них он заменил на троеперстий. То и другое имеет элемент ереси. Правильно? Правильно, если досконально. Это когда питью, как молятся католики. Я не католик. Я просто объясняю неоднократно у меня тут объяснено. Дальше. Что вы можете сказать об этом? Я уже сказал сто раз. Вы смотрели фильмы Галины Царевой? Смотрел, много. Там много интересной информации у нее. Да, да, да. Интересно. И что вы можете сказать за электронный паспорт УРК? Ну, зарядите на нашем форуме здесь, увидите. Все это отвечено уже. За щипы, которые вживляют людям под кожу. Как вы думаете, в какой церкви истинное спасение души? Спасение. То, что спросили, и там можно спастись, и там. Это равно спасение. Вот, общий поиск, вот, справа. Заряжитесь туда с рова, уэх, там что надо. И все это выплывет. Дальше. Александр Миронов. Сердечно благодарю за ваш труд и ответ. Мне Господь открыл это в начале моего христианского пути, но не мог найти подтверждения моему пониманию этого текста, как однажды я случайно взял в руки книгу Андрея Кисарийского и нашел его размышления на эту тему. Там было написано, как мне Господь открыл в самом начале моего пути. Слава Господу за то, что вас наделил мудростью и евангельским служением на небе Господней. Вот, евангельским служением. Вот он это понимает, Андрей. Ну и дальше, что у нас? У нас открыт большой православный канал. Это 4300 примерно роликов. И будет там еще. Вот, новый вчера батюшка говорил проповедь, читал златоуста, и вот оно уже все здесь стоит. И каждый день выставляется жития святых. Вот здесь внизу. Только нажмите здесь тут слово главное. И уже попали сюда. Ну а это наш сайт. Сокровища. Тут столько всего. Просто заходите, смотрите, пишите. На этом пока все. Богу слава. Твою. Ну а это?!" Так. 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 Так.